итак доброго всем времени суток сегодня хотел поделиться вариантом сборки компьютера на базе процессора райзен 3 ну почему райзен потому что на данный момент это соотношение цены качества и производительность я не так давно занялся программированием и моделирования и моего старенького нетбука для этого уже стало не хватать поэтому стал вопрос о сборке настольного пока перед тем как собирать пока необходимо точно определиться под какие задачи и цели вы его собираете в моем случае игры но не исключены но я не игроман поэтому не для этого я его собираю отсюда следует что внешняя видеокарта мне не нужно и на этом можно будет сэкономить поэтому и процессор нужно брать со встроенной графикой в этом случае нагрузка на компьютер будет невелика значит и блок питания необходимо брать энергоэффективный и экономичный кстати все детали кроме корпуса самого процессора и оперативной памяти я приобрел магазине кьюк это интернет-площадка которая как я понял не имеет своих магазинов ну по крайней мере в городе курске если вы не оплатите товар онлайн то по прибытию ваш город оплата производится наличными учтите это при выборе товара на этом сайте есть еще один интересный лайфхак который мне подсказали если вы переживаете за то что при сборке вы напутаете с комплектующими а это в принципе возможно то заходим на сайт днс и у них на главной страничке есть такая вкладка как сборка компьютера у вас откроется таблица куда вы будете выносить комплектующие выбранные вами ну на сайте днс соответственно в этом случае сам сайт будет проверять совместимость комплектующих которые вы выбрали и вы будете уверены что точно не напутали и так после долгих поисков в интернете я выбрал райзен 3 3200g буква g говорит о встроенной графике встроенной графики вега в принципе должно хватить для большинства задач да и с играми она должна справиться а найти внешнюю видеокарту с такими показателями будет дороже википедии есть хорошая таблица по этим процессорам тут можно ознакомиться с поколениями с количествами ядер частотами наличием или отсутствием встроенной графики а также с техпроцессор именно от него я отталкивался когда выбирал процессор и чем ниже этот показатель тем выше кпд у процессора а значит и потребление будет у него меньше на выборе материнской платы наверное стоит остановиться подробнее но я в этом не профессионал поэтому могу сказать лишь одно что я выбирал сначала чипсет отталкиваясь от сокета википедии есть хорошая таблица по чипсетам под сокета m4 я выбирал средний из этой линейки так как топовые дорогие и функционал у них такой которым я пользоваться не буду и не вижу смысла переплачивать в этом случае сами материнские платы с одним и тем же чипсетом будут отличаться лишь показателями такими как количество юсб разъемов количеством разъемов под оперативную память количество слотов расширения количеством разъемов sata но и другими показателями в этом случае выбирайте сами на свой вкус и цвет ну а вообще описание подробное для материнской платы лучше искать на сайте производителя в разделе спецификация так как описание в интернет магазинах часто страдает и не всегда соответствует действительность теперь по блоку питания сейчас существует стандарт 80 плюс единственное что понял из этого стандарта это то что если блок сертифицирован по этому стандарт то вы можете быть уверены что он отдает заявленную мощность там несколько уровне этого стандарта но разница между ними в показателях невелика а вот в цене достаточно большая поэтому я выбрал самый первый уровень и 80 плюс ну что а теперь подведем итоги процессор я заказал на авито так как разница между был и новым достаточно велика у выбранного мной процессора имеется защита по перегреву поэтому я не особо переживал за его работоспособность хотя это в принципе и риск мало ли что придет вам посылки так что старайтесь выбирать все-таки вашем городе оперативную память я также к заказал на авито потому что цена была приемлемая и частота принципе тоже приемлемая я выбрал 8 гигабайт одну планку фирма silicon power с частотой 2133 мегагерц корпус я также подобрал у нас в городе так как на сайте кьюки а ничего подходящего не нашел ну а теперь немножко распаковки и так материнская плата приходит стандарт упаковки единственное что мне не понравилось последствия при сборке это то что кабели sata очень жесткие бывают ли они мягче непонятно комплекте также идет винт крепления ssd диска с разъемом м2 ну о нем можно конечно поговорить поподробнее но лучше вы посмотрите всякие видео на эту тему опять же повторюсь я выбирал материнскую плату с тремя видами разъема под монитор для меня это будет не лишним кулер я брал на 100 ватт ну по идее я думал что это будет запасом но в некоторых стресс-тестах температура переваливала за 90 так что учтите этот факт при выборе охлаждения все-таки наверно брать нужно с двукратным запасом ну и созди диски я брал самый дешевый из линейки этого производителя на 120 гигабайт не этого принципе хватит потому что там будет стоять только windows и пару необходимых для меня программ но вот блок питания меня порадовал я даже не знаю это самая интересная упаковка которую я видел когда-либо не знаю может это конечно нормально да ну и ладно главное что он работает и не поврежден ну а теперь немного фотографий по сборке теперь немножко производительность сколько наберет этот системник а эта сборка попугаев и тому подобных вещей я честно говоря не знаю тестировать этого даже не собираюсь перед вами один из примеров программа собирает ролик формате full hd и высоком разрешении так ну а теперь еще две программы это компас 3d и автокад это те программы которыми я пользуюсь в обоих случаях будет открываться достаточно объемный проект ну и будем смотреть как реагирует на эта программа и принципе компьютер программы компас 3d в принципе компьютер справляется просто отлично единственное на что большая нагрузка это память тут у нас компас ругается на сам проект потому что какие-то из элементов он не может прорисовать ну вот допустим в воздухе висит ручка и в момент вращения в принципе трехмерного объекта нагрузка на видеоядро начинает возрастать на составляет аж пиковые до 100 процентов при этом никаких тормозов не наблюдается компьютер работает быстро и отвечает на манипуляции также быстро ну теперь то же самое проводим из программы автокад здесь тоже будет открыть достаточно объемный проект как видим графическое ядро пока даже не нагружена нагружена память ну и цп иногда подскакивает но держится приблизительно на 50 процентов при этом нагружен достаточно сильно интернет не пойму в чем причина может быть конечно что-то связанное с лицензией ну и ладно в отличие от компаса почему-то при вращении манипуляции с 3d моделью графическое ядро практически не нагружается что можно понять из увиденного что если обновлять компьютер то есть проводить апгрейд его первым делом нужно обратить внимание все-таки на память добавлять ее использовать память с большей частотой данный процессор поддерживает память до 3200 мегагерц ну теперь все-таки тесты по энергоэффективность по потреблению также будут запущены две программы это компас и автокад и будем глядеть вот в спокойном состоянии при старте доходило до 67 ватт потребление ну теперь запускаем компас открываем тот же самый проект и смотрим как будет вести себя наш блок питания ну и как наблюдаем соответственно потребление не превышает 65 ватт вообще энергоэффективность для меня это было наверное одна из первых характеристик которые я хотел получить от этого компьютера ну вот при запуске автокада работе в нем эти потребление повыше ну я опять же напомню здесь и проект посерьезнее вот до 75 доходило потребление 75 ватт ну в принципе это хороший 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 показатель теперь открываем аида и делаем тест стабильности системы то есть производим загрузку цп и памяти на сто процентов забегая вперед скажу что в этом тесте потребляемая мощность не превысила 91 ватт ну теперь запускаем всеми любимые танки вот здесь в отличие от теста стабильности системы будет еще загруженные видео ядро и опять же сбегу вперед в танках максимальная нагрузка будет тогда когда у вас на экране какой-нибудь экшен происходит там взрывы там ваш танк разлетается или по вам попадает артиллерия там или соседний танк взрывается тогда максимальная нагрузка будет ватт нагрузка будет на видео ядро и потребление будет тоже повышаться и максимум что я видел в играх это 101 ватт потребления и для меня в принципе это это очень даже хороший показатель опять же я напомню что я компьютер не брал для того чтобы играть на нем и здесь я и буду играть то очень редко но это программирование моделирование но как вы видели этих программах потребление не превышает 75 ватт в принципе выводы из данного видео вам делать самим я лишь показал один из вариантов сборки компьютера при сборке своего компьютера первостепенно на что я обращал внимание это на современность деталей то есть в будущем эту материнскую плату можно очень хорошо обновить это установить процессор а здесь кстати устанавливаются процессоры до 105 ватт и по моему если не ошибаюсь до пятого поколения райзен также первостепенно при апгрейде я буду обращать внимание на оперативную память то есть на ее чистоту и объем в этом случае я хорошо выиграю потому что видео ядро в моих случаях она нагружается мало но оперативная память загружается серия также буду обращать внимание все-таки на охлаждение того кулера на 100 ватт все-таки не хватает и нужно будет подумать о кулере большего размера ну а сейчас я с вами прощаюсь и до новых встреч а